Рождество Да, хорошо, что ты мне напомнил, но у меня никак не получается. Конец года, завал на работе, отчет, ну, воскресенье, воскресенье, как обычно, там мы увидимся, отпразднуем, как всегда. Каждый год одно и то же. А знаете, раньше для меня Рождество был самый великий праздник. А почему же раньше? Да. Ну, когда-то именно на Рождество я пришел, обратился к Богу. Как тогда я был счастлив, я готов был горы перевернуть, вот такой молодой и горячий, как вы сейчас. А сейчас что-то изменилось? Чай? Да, годы уже не те. Однообразно. Привык к этим праздникам, да и вообще к мысли, что я спасен. Впрочем, за вас, ребята, я очень счастлив. Ведь вы сделали правильный выбор в своей жизни. Иисус – это наша судьба. Знаете, а я вот думаю, а что бы было, если бы Христос не пришел на землю? Как? Как это? Ну, вот взял бы и не родился. Не родился? Да как же. Ну, ведь Господь обещал Мессию, Спасителя. Вот вспомните хотя бы пророчество из Ветхого Завета. Их там много около… Подождите, сейчас, сейчас, сейчас я найду. Их там было много, больше, чем… Сейчас, сейчас. Да, подожди ты, в телефоне искать. Вот же, у меня есть Библия. У меня как раз отмечено одно из этих мест. Вот, смотри. Исайя 9, 6. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности и князь мира. А вот другое пророчество. Исайя 7, 14. Дева в очреве. Примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Имя Эммануил, значит, с нами Бог. Да, точно. Это пророчество ангел напомнил Иосифу, когда тот засомневался в Марии. Это написано в Евангелии от Матфея, в первой главе. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Ну, ребята, вы даете. Все, начинаю серьезно читать Библию. А я и не знал, что о Христе были такие пророчества. Ну, как же. Было даже известно место, где он родится. Пророчество о том, что он делал, о его чудесах, смерти и даже воскресенье. И все это исполнилось. Да, интересно это все. Однако мы задержались тут у тебя. Пора домой. С Рождеством. С Рождеством. Большое спасибо, что зашли. С Рождеством тебя. Я надеюсь, все-таки найдешь ты минутку и придешь к нам. Я подумаю. Все, с Рождеством. С Рождеством. С Рождеством. Спокойной ночи. С Рождеством. Спасибо за чай. Интересно. Никогда об этом не задумывался. Что бы было, если бы Христос не пришел? Что было бы, если бы Иисус не родился? Поздно уже. Так. Встал. Ой. Бог говорит однажды. И если того не заметят, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. С Рождеством. С Рождеством. С Рождеством. О, давай присядем здесь. Ну, рассказывай. Как прошли твои слушания в суде? Да, все хорошо. Мне таки выплатят компенсацию. Ну, а с ним поступить точно так же, как он поступил со мной. Ну, ты понимаешь по справедливости. По статье. Око за око, зуб за зуб. Совершенно верно. Око за око, зуб за зуб, перелом за перелом. Точно так, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. И я считаю, это самое справедливое решение. Ты знаешь, полностью с тобой согласен. Я рад за тебя. Ой, извини. Я, конечно, извиняюсь, что стал невольным слушателем вашего разговора, но мне показалось, что вы репетируете какой-то текст. Вы, наверное, актеры театра. Подождите, подождите. Кино? Ну, извиняюсь, молодой человек, но мы никак не связаны с шоу-бизнесом. А что, собственно говоря, странного было в нашем разговоре? Как же. Око за око, зуб за зуб, справедливый приговор. По-моему, это все не из нашей действительности. Насколько я знаю, это из Ветхого Завета. Библии, да? А насколько мне известно, это статья из Уголовного кодекса нашей страны. И причем, хочу заметить, справедливая статья. Да. Странно. Прошу меня извинить. Вы знаете, я, видно, что-то пропустил. Я очень редко смотрю новости. С Рождеством вас. Простите, вы ко мне обращаетесь? Ну да, я поздравляю вас с Рождеством. С Рождеством? Во-первых, мой день рождения был два месяца назад. А во-вторых, мы с вами вообще не знакомы. Откуда вам знать, когда я родился? Да нет, вы неправильно меня поняли. Я поздравляю вас с Рождеством Иисуса Христа. С Рождеством? Вы поздравляете меня с днем рождения человека по имени Иисус, которого я, по вашему мнению, должен хорошо знать? Ну да. Многие его знают как Спаситель, который умер и воскрес. Вы сказали, что кто-то умер? Ну да. Умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Прошу нас извинить. Иди сюда. Слушай, у этого человека явные проблемы с головой. Еще хорошо, что он не проявляет признаки агрессии. Давай так. Соглашаемся со всем, что он говорит. И быстро уходит. К сожалению, нам надо бежать. Дела, знаете ли. Мы очень рады, что у вашего друга сегодня день рождения. Где-то я слышал это имя. По-моему, я знаю его. Что-то знакомое. Передавайте ему наши искренние поздравления. Будьте здоровы. Всего доброго. До свидания. До свидания. Страна. Или они действительно актеры? Или у них все не в порядке? Праздничные жертвы по супер скидкам. Только три дня. Если найдете дешевле, вернем вам деньги. Полный ассортимент жертв одобрен Синьендрионом. Здравствуйте. У вас найдется минутка, которая перевернет всю вашу жизнь? Многообещающее предложение. Ну, только ради здорового любопытства. Наша компания предлагает полный ассортимент жертв. Все жертвы прошли строгий отбор на качество. Лазерная голограмма на упаковке одобрена Синьендрионом. 100% гарантия на принятие всех жертв и прощение всех ваших грехов. А при покупке семейного плана мы предоставляем бонус в виде услуги на качественное ритуальное жертвоприношение, которое не требует вашего присутствия, усилий и затрат на транспортировку. Мы все сделаем за вас. Девушка, за меня, за вас, да и вообще за все человечество. Уж и все сделал Иисус Христос. Он сделался совершенной жертвой за грехи всего человечества. Вот послушайте, что написано в Библии. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившиеся от грехов, жили для правды. О, я смотрю, вы мечтатель, романтик. Да, было бы прекрасно, чтобы мы все вот так легко и просто могли бы избавиться от всех наших грехов раз и навсегда. Одна жертва, и ты прощен навечно. Но, к сожалению, это только мечты. Посетите наш сайт. Скидки действуют до конца недели. Бред какой-то. Да что сегодня происходит? Может быть, меня снимает скрытая камера? Да, точно. Эта девушка просто участвует в розыгрыше. И я все понял. Это программа розыгрыш. Да. И вы, и те двое мужчин, вы все заодно. Ну, вы знаете, почти поверил. Подумал, что это все серьез. Да. Так, где камера у вас? Сюда смотрите. Как, сюда? Ничего не понимаю. Больше камеры, да? А, в фонаре. Точно, в фонаре. Нет, под скамейкой, да? Под скамейкой. А, точно. О, как забыл. У меня столько грехов, что стадо слонов жертву принести не поможет. Что, дружище, трудный бы дался денек? Что, какой трудный? Место тут какое-то странное. Люди какие-то странные, как будто из другой планеты. Это точно. Музыкант? Ну, есть немного. А вы живете здесь? Ага. С Рождеством вас. Ага. Ну, наконец-то. Слава Богу. Как ты сказал? Да я говорю, наконец-то. Слава Богу. Хоть кто-то знает, что сегодня Рождество Христо. Кого? Что еще за Рождество? Как? И вы, нет. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, две тысячи лет назад родился Иисус Христос для того, чтобы умереть. Умереть? Ну, ибо так возлюбил Бог мир во что? Вы что, никогда не слышали о Христе? Умереть за нас? Это что за криминал вообще? Никто из нас не умирал. Вы ничего не докажете. Да подожди ты, не шуми. Как ты говоришь? Кто-то за кого-то решил умереть? Ну да, он умер за меня, за тебя, за всех, за наши грехи. Ведь все мы грешны, и никто не может сказать, что он безгрешен. К примеру, взять тебя. Ты можешь сказать, что ты безгрешен, что в жизни сделал ничего плохого? Есть немного грешен. Ага, немного. Всего три. А три это что? Три срока тюремного заключения. Ну это тоже не ангел с крыльями. Да забыл, где я тебя подобрал. Подождите, подождите, друждя. Ведь никто из нас безгрешен. Но у нас есть выход. Ага, и я знаю, где он. Вон там, пошли. Мне надоело слушать его морали. Тебе надоело? Мне нет. Мне интересно. Я хочу послушать. Может, этот вопрос он у меня всю жизнь, а никто мне не объяснял. Знаешь, какая у меня была трудная жизнь? Послушай. Если кто из вас, кто страдал, как я, Даже мать моя, не вскормив, бросила меня. С душу в зимних дней, в двери я стучал. Помощи я ждал, но никто руку мне не дал. Вонял я тогда, что добрым быть нельзя. Время не теряй. Граб и убивай. В жизни процветай. Может, кто из вас скажет, что я злой. Только все равно, мне плевать на то, Я рожден такой. Да, тебе пришлось много пострадать. Да. Но твоя жизнь может полностью измениться. Понимаешь, когда-то Господь сотворил этот мир прекрасным. В нем не было ни зла, ни греха. Но люди, люди не захотели слушаться Бога. И они согрешили против Него. Но тогда в наш мир пришло зло. И люди начали убивать друг друга. Но Господь, Господь, Он так возлюбил этот мир, Что отдал Сына Своего Единородного, Дабы каждый верующий в Него не погиб, Но имел жизнь. Ну, так что же мне нужно сделать? Ну, поверь в Иисуса Христа, Как в Своего личного Спасителя, И отвернись от своих грехов. Да спуститесь вы на землю. На дворе 5780 год. Вы рассуждаете, как первобытные люди. Какой год? Ну, он точно не от мира сего. Скажи ему, в какое время мы живем. Как 5780? Вы что, шутите? Да, ты парень точно не в себе. А это был тебе поверил, Простите, выдумки о Боге. Впрочем, не веришь нам на слово? Подай мне. Вот тебе вариант в печатном виде. На, читай, чтобы нам больше не спорить. Наша компания предлагает полный ассортимент всех грехов. Снизу, снизу. Подписка на уведомления дает вам право на 5%. Поздравляем с наступающим 5780 годом от Дня Создания Земли. Как, что, Христос не пришел? Да ты сам подумай, зачем ему приходить? Какое дело этого Богу до нас? Да я вообще в Бога не верю. Да и зачем верить? Что дает тебе эта вера? А я-то был поверил. Впрочем, Впрочем, ты не напоминаешь меня одного человека, который живет в нашем городе. Он тоже странноват. Я слышал, что-то толковало Боге. Ага. О, да вот он, кстати, идет. Эй, философ, иди сюда. Тут, кажется, нашелся твой коллега. Мир вам, добрые люди. Вот, видишь? Все у него добрые. Так, это вы пастырь по местной церкви, да? Как вы сказали, церкви? Ну, священник, да? О, нет, молодой человек. Я всего лишь искать листины. Всю жизнь я пытаюсь найти ее, но похоже, что ее просто нет. Как? Поверьте мне, всю жизнь я скитался, я изучал книги, я выходил в горы, жил в пещерах. Я хотел отказаться от всего, чтобы только прийти к совершенству. Но зло постоянно преследовало меня. Тогда я стал наказывать себя за каждый проступок. Но мысли, они... В общем, я понял, что зло живет внутри меня, и ничто не может изменить человека. Совершенно верно. Тут с вами никто не спорит. Все мы со грехом. Вы, кажется, говорили, что изучали книги. А вы когда-нибудь открывали Библию? Ну, священное писание. Я знаю только одно священное писание. Это священное писание евреев. О, да. Эту книгу я даже постоянно ношу с собой. Из всех других она мне показалась наиболее благоразумной. Но ведь согласитесь, что и в ней по большому счету нет никакого смысла. Ну, а как же жертва Иисуса Христа? Или вы считаете, что в ней нет смысла? Жертва? Христа? Ну, Христа. Только не говорите мне, что и вы никогда не слышали о Христе. Ну, нет, я в самом деле... Ну, Мессия, Спаситель мира, Сын Бога, Эммануил. Я не понимаю, о чем вы говорите. Да. Вот, вы только что сказали, что изучаете священное писание. Нет. Дайте-ка мне его сюда. Пожалуйста. Я все понял. Вы просто невнимательно его изучали. Ну, как же, ну... Странно только Ветхий Завет. Ну, да ладно. Там есть много пророчества о Христе. Вы правильно сказали, что человек не может себя спасти. Только Господь может. И он пришел на эту землю, чтобы умереть. Это невероятно. Да-да. Вот, посмотрите, что о нем говорит пророк Иса. Седьмая глава, девятый стих. Вот, дева, бочери... Подождите, подождите. Что-то здесь нет таких слов. Ну, да ладно. Иса, девятая глава, шестой стих. Младенец данным... Данным... Подождите, подождите. Здесь этого нет? Я точно помню, что здесь написано. Ну, Иса, девятая глава, шестой стих. Да что-то странно у вас, какая-то Библия. Подождите, подождите, я найду. Где же написано это пророчество? Не трудитесь, не трудитесь, друг мой. Вы не найдете здесь никаких пророчеств об этом вашем Спасителе мира. Я хорошо знаю эту книгу. Я прочел ее несколько раз. Если бы в ней хоть что-то говорилось о Спасителе... Нет, подождите, ведь в ней написано не только о его рождении, но пророчество о его жизни, пророчество о его смерти, а также распятие. Распятие? Да-да, и в воскресенье. Да, что-то здесь не написано. Только неужели Христос... Спокойнее, друг мой. Если ты будешь соблюдать Божьи заповеди, если ты будешь любить ближнего, будешь много молиться, наказывать себя постом, тогда, Бог, может быть, ты сможешь заслужить Божье расположение. Он позволит тебе прожить немного больше положенного. Может быть, ты даже будешь иметь счастье здесь, на земле. А после смерти что там? Как ни прискорбно, но все мы будем наказаны и удалены от Бога. Надеюсь, Он будет милости ко мне, уменьшит мои страдания. Нет, моя надежда Христос, и Он умер за всех нас, чтобы мы... Ты несешь вздор. Подумай, ты бы умер за вот этого разбойника, с которым ты беседовал здесь недавно. Я? Нет, но Христос... Христос. Ты говоришь, Он умер за тех людей, которые Его распинали. Так ты говоришь? Ну да. Но это абсурд. Это нелогично. Да ты и сам все это прекрасно понимаешь. Нет, нет. Ибо так возлюбил Бог мир. Этот мир. Мир порока и зла. Нет, Он не возлюбил его. Что отдал Сына Своего Единородного. Сына Своего. За кого? За этих злодеев? Нет, Он не отдавал своего Сына. Чтобы каждый верующий в Него... Верующий. А где ты найдешь сегодня веру? Не погиб, но имел жизнь вечную. Жизнь вечную. Она будет тогда жизнь. Но это будут страдания. Вечные страдания. Это скорее можно будет назвать вечной смертью. Так значит Христос не пришел? Нет, друг мой. Он не пришел. Если бы если бы Он пришел, если бы было так, как ты говоришь, тогда в нашей жизни был бы смысл. А так значит мы все умрем все и я тоже. И ты и я. И у нас нет никакой надежды на вечную жизнь. Нет. Прощай же. И помни о той надежде, про которую я говорил тебе. Нет. Это не надежда. Моя единственная надежда была Христос. И Он не пришел. Он не пришел. Этот философ ушел? Или это был сон? Моя Библия? Где моя Библия? Да ладно. Все это так реально. И этот философ разбойник и двое мужчин и Друзья, как рад я вас видеть. Заходите. С Рождеством! С Рождеством! С Рождеством! С Рождеством! Как я рад! С Рождеством! Спасибо! О, мы так чудесно провели это Рождество! А ты? Я? Да что я? Вы-то как, наверное, поинтереснее было. Лучше вы мне расскажите. А я пока чай поставлю. Хорошо. Всего наготовили и пели, смеялись. Да. И подарков было много. Угу. Спасибо. А вот знаете, а я вот все-таки думаю, а что бы, если бы Христос и вправду не пришел на землю? Нет, Он пришел. И слава Богу, что пришел. Что было бы, была бы, жизнь была бы ужасной. Вот, что было бы. Поверьте мне на слово. Действительно, наша жизнь сильно бы отличалась от той, которой мы с вами привыкли. Это было бы совсем другая реальность. И мы бы жили по закону Ветхого Завета. Вот, например, око за око, зуб за зуб, перелом за перелом. Ой, аж страшно подумать. Люди бы не прощали друг другу ни обиды, никакие ошибки. И просто воздавались злом за зло. Вот, как сказать, по справедливости. А еще у нас не было бы надежды в прощении. За каждый грех нам надо было бы приносить жертвы. Представьте, как это утомительно. За маленький грех одну жертву, за большой грех другую жертву козы, бараны, голуби. Жертва за грех, жертва за преступления. Слава Богу, что Иисус стал за нас совершенной жертвой и пролил свою святую кровь. И теперь я в любую минуту дня или ночи могу точно знать, что я прощена. И мне не надо приносить никаких козгов. Как прекрасно это осознавать. А представьте, что было бы с теми людьми, которые в жизни натворили очень много плохого. Ну, разбойники, например, они бедолаги, совсем бы лишились надежды. Как им принести такое огромное количество жертв? У них было бы самое безнадежное положение, не было бы ни малейшей надежды на спасение, а нужно до всего навсего лишь поверить в Иисуса Христа как своего спасителя и отвернуться от своих грехов. А, и еще три. Три? Три, а что? Вера, надежда, любовь. Да, и даже те люди, которые искренне хотели бы найти Бога, все время натыкались бы на стену безысходности. Сомнения бы не покидали их. Будут ли они с Богом на небесах за их добрые дела? Или же все-таки их плохие дела перевесит их добрые? Теперь я понял. Мы спасены со стопроцентной уверенностью, потому что в Библии написано благодатью вы спасены. И это не наши заслуги, это просто подарок от Бога, Его милость. Да. Мне так кажется, что этот вопрос уже исчерпан. Даже думать не хочется, что было бы, если бы Христос не пришел. Слава Богу, что Он пришел. Аминь. И у нас есть надежда на жизнь вечную. Слава Богу. Извините. Алло. Да, вы уже здесь? Да, адрес правильный. Да-да, заходите. Совсем забыли тебе сказать. Мы познакомились с такими интересными людьми в это Рождество и подумали, что ты просто обязан с ними увидеться. Это замечательные люди. Кстати, мы им дали твой адрес и они должны с минуты на минуту быть здесь. А вот как раз и они здесь. Я открою. Может быть, встанем, чтобы мы могли сюда сесть? О, добрый день. По-моему, мы по адресу. Да, конечно, заходите. О, вы как раз и гитару взяли. Давайте, заходите, заходите. С Рождеством, с Рождеством. Вот, познакомьтесь. Это мой близкий друг Олег. Это Дима, это Алина и Лена. Познакомьтесь. Очень приятно. А мы с вами нигде не встречались? Возможно. У меня была такая долгая, трудная жизнь, что, ну, мы где-то и встречались. Очень приятно. Знаешь, Олег, у Димы была очень тяжелая судьба. Ему пришлось пройти через очень много трудностей даже с самого раннего детства. Да, но слава Богу, это все позади. Однажды мы с моей женой Алиной встретили девушку на улице, которая рассказала нам об Иисусе Христе. Она была такая убедительная, что мы приняли разговаривание и принялись со Христа как нашего личного спасителя. Я понял тогда, что не важно, сколько ты сделал грехов, один или тысячу, что Бога не впечатляет наше количество грехов, что даже один маленький грех разделяет нас с Ним. В Библии написано, ибо возмездие за грех даже один грех, это смерть, а дар Божий, это жизнь вечная с Существом, Господом нашим. Мы с радостью приняли от Бога этот подарок и решили прославить его те, что у нас лучше всего получается. Дима хорошо играет на гитаре и вместе мы неплохо поем. Поэтому везде, где мы бываем, мы прославляем Бога и рассказываем людям о Его любви. Алина хороший друг нашей семьи и по совместительству продюсер нашей группы. Спасибо тебе, Лена, что однажды ты не прошла мимо нас. Знаете, я очень много работала. Давала работе все свое время. Я сделала очень успешную карьеру в рекламном бизнесе. Но меня всегда тревожило то, что я продаю людям товары, которые им не очень-то и нужны, а порой вообще я даю им пустые обещания. Я чувствовала, что хочу сделать что-то большее, что-то для вечности, нести свой вклад в вечность. А когда Иисус пришел в мою жизнь, мой профессиональный талант пригодился мне, чтобы рассказывать людям о спасении. Я стала предлагать людям самый лучший товар Евангелие Иисуса Христа. И совершенно бесплатно. Аминь. Слушайте, вот мы с вами знакомы буквально несколько минут. А у меня такое чувство, что мы уже знаем друг друга очень давно. Знаешь, мне тоже, Керти, где ты тебя видел? Ребята, ну, сегодня же Рождество. Давайте споем что-нибудь по этому поводу. Да, да, давайте. У нас прекрасная Рождественская песня. Как прекрасен этот день, и в нем моя мечта. Ты подумай, этот день дал нам с тобой Христа. Пусть прольется радость изо всех окон. В этот день спаситель был рожден. С Рождеством тебя И нет дня прекрасней. С Рождеством тебя Ты здесь не напрасно. Он для тебя В этот день был рожден. Вместе с нами вечно Будет он. Как прекрасен этот день, День счастья и добра. К нам любовь с небес пришла, Чтоб с нами быть всегда. Пусть прольется радость И за всех окон. В этот день спаситель был рожден. С Рождеством тебя И нет дня прекрасней. С Рождеством тебя Ты здесь не напрасно. Он для тебя В этот день был рожден. Вместе с нами вечно Вместе с нами вечно Будет он. Виктор, как я рад тебя видеть. Ну давай, рассказывай, Как прошли слушания в суде? А ты знаешь, я простил его. Как простил? А вот так, взял и простил. В Библии написано Не судите и несудимы будете. Прощайте и прощены будете. Бог столько нам просил Во Христе Иисусе, Что и я взял и простил. Ты знаешь, а я рад за тебя. О! А что, собственно говоря, Странного было в нашем появлении на сцене? Да нет, все нормально. Я уже ничему не удивляюсь. Так чего ж тогда молчите? Пойте. У вас это хорошо получается. Когда день друг другу руки, Пусть любовь течет сердца И наполнит нас славою ласа. С рождеством тебя И нет дня прекрасней С рождеством тебя Ты здесь не напрасно Он для тебя В этот день был рожден Вместе с нами вечно Будет он С рождеством! С рождеством! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ